Ну что, продолжаем. Все напомним пример с деньгами, которые мы показывали. Здесь все присутствуют. Итак, быстренько вспоминаем. Чьи деньги? Нет. Каким требованиям должен соответствовать тот человек, который просит у нас деньги? Он должен быть нищим, являться братом и проживать рядом с нами. Ну и из нуждающихся сирот, скажем так, категории сирот и вдов. Я так и говорю. Вот требования, да? Нищий брат в одном из жилищ своих на земле, которую Господь Бог дает тебе. Это требования, которые есть у нас к тому, кто должен просить. Скажите, пожалуйста. Который соблюдает законы. Да. Брат, брат, брат. Брат – это тот, который у нас соблюдает закон. Потому что если он не соблюдает закон, вопрос, что он не соблюдает. Мы помним о том, что, да, мы пока находимся в действии сиротского закона, и поскольку мы находимся в действии сиротского закона, то мы не вспоминаем про сестер и детей. Вопрос. Тут еще написано в земле, которую Господь Бог дает тебе. Можно ли сказать, что это вера цесраэль? Да, можно сказать, что вера цесраэль. То есть, если за пределами, то можно не давать. Можно не давать. Вопросов нет. Мы пока говорим о тех требованиях, которые есть нищего, да. Дальше мы будем говорить о тех требованиях, которые все вышли, отделяясь для нас. Поэтому посмотрим, на что же Бог обращает внимание относительно нас. Мы должны обратить внимание относительно брата. Причем очень интересно. Мы будем говорить о том, что мы имеем определенную ответственность, что этот человек сделает с теми деньгами, которые он у нас взял. Мы отвечаем за это. Поэтому, когда мы демонстрировали вам передачу денег, это вы мне делали просто «зай», он говорит «на». Я не сказал, для чего я взял эти деньги. А ответственность за то, как я использую, у кого он остается? Отдающийся. У меня был такой один очень интересный случай в жизни. У меня был брат. Я его знал. Он был в церкви. Мы были очень хорошие взаимоотношения. И он сделал очень много добра мне, лично мне, моей семье. И один раз он пришел, и он обратился ко мне с просьбой и говорит «одолжить ему деньги». Я имел эту возможность одолжить ему деньги. И я с радостью хотел это сделать. Но почему-то очень странно, я его спросил, «А что случилось? Для чего тебе эти деньги?» Он мне говорит «я, в общем-то, хочу дать взятку то поступление, и я из-за этого его статуса». Я говорю «Лучше бы мне этого не говорили». Почему? Потому что теперь я имею ответственность участвовать в этом процессе. Не хочу. А я не совсем хочу в нем участвовать. Говорю, лучше бы ты мне не говорил. Потому что если бы ты мне не сказал, я мог свободно тебе и «да». Но поскольку я уже знаю, то, что я знаю, дать я тебе, собственно говоря, не могу. Понятно. Пока мы говорим «нищий брат живет рядом». Дальше мы читаем о том, что Бог повелевает, Бог повелевает, что-то нам сделать. «Не ожесточи сердце твоего рода и сожми руки твоей перед нищим братом твоим». Бог говорит о том, что сердце и рука, они находятся в какой-то зависимости. Итак, сердце и рука, они находятся в какой-то зависимости. Если сердце не очень мягкое, то рука в каком состоянии? «Сжатом». И Бог обращает свое внимание на что? «Не на руку». На самом деле Бог смотрит на сердце. И он человеку говорит, «Послушай, глядя на свою руку, ты можешь определить состояние своего сердца. Богу не нужно смотреть на мою руку. Бог, он сердцеведец. Он знает бы с того, открой я, закрой я, что я буду делать, чего я делать не буду, как я буду говорить. Он знает, что в моем сердце?» «Да, конечно». «У него нету проблем с сознанием моего сердца. Но он говорит, «Послушай, глядя на твою руку, ты можешь определить состояние своего сердца. Не Вася, Петя, Коля или Майя. А ты сам, глядя на свою руку, можешь понимать о состоянии своего сердца. Поэтому рука открыта или закрыта говорит мне лично о состоянии моего сердца». И Бог говорит, «Открой ему руку. Не ожесточи сердце и не сожми руки, но открой ему руку твою и дай ему взрывы». А дальше, следующий этап. А вот следующий этап называется «Смотря». Я правильно прочел? «Да». «Смотря». Кто должен смотреть? «Тот, кто дает». «Тот, кто дает». И куда он должен смотреть? «На нужду брата». «На нужду». «Оказывается, это должен быть нищий. Это должен брат. Я его должен узнать. И я должен знать... Я должен знать его нужду. И кто оценивает нужду? Я должен стать судьей его нужды. Мне надо потратить как минимум немного времени на то, чтобы узнать, в чем он имеет нужду. И как это ни странно, вот здесь не факт, что я буду отвечать на нужду. Потому что я могу сказать, я не считаю, что это нужда. Что-то необходимо. Я не считаю, что это нужда. Ко мне может прийти человек и сказать, «Слушай, брат, у меня нечего есть. Это нужда человека? Да, да». «Отлично». Я говорю, «Слушай, брат, скажи мне, пожалуйста, а ты работаешь?» «Нет». «А почему ты не работаешь?» «А я еще работаю, чтобы заработная плата у меня была полторы тысячи долларов». «Хорошо». «И до тех пор, пока Бог меня не был оставить такой работой, я не буду работать». Я говорю, «Отлично». «Слушай мне, пожалуйста». «А у тебя есть образование?» «Нет». «А ты когда-нибудь работал?» «Нет». «А почему?» «Ну, Бог мне должен был оставить вот такую работу. Я ожидаю от него». Я тогда говорю, «Послушай, дружище, написание, в общем-то, кто не работает, тот и не имеет». «А, вопрос». «А, вопрос. Вопрос. Он нуждается?» «Нет». «Вопрос. Да, он работает. Я ему скажу, «Вся, поешься, но». «И, иди устраивай на вопрос». «Я буду, чтобы это было не могу». «Потому что я буду поощрять тебя к ненужным, бесплодным ожиданиям, вместо того, чтобы ты пошел и начал трудиться своими руками. Бог тебя благословит. Бог тебя научит на этой работе дать следующую, как дальше, как дальше, как дальше, ты начнешь жить нормальной жизнью. Если я тебя буду кормить изо дня в день, то я буду тебя поощрять к чему? К линии воздействиям. К линии воздействиям. «Ну, послушайте, сначала же мы быстро сказали о том, что он нуждается». «Понятно, да?» «Понятно, да?» «Да». «Иногда мы встречаем такие вещи, что не всегда мы должны давать деньги. Не всегда это правильно и мудро. Следующий вопрос. Я был в ситуации, когда пришли две женщины. Ситуация была очень такая, интересная. Сын одной из этих женщин попал в автомобильную аварию, где он ударил достаточно дорогой автомобиль. И добрые люди, владельцы этого автомобиля, попросили их взять кредит в банке под залог квартиры, чтобы с ними рассчитаться. Молодой человек, в общем-то, уговорил свою пожилую маму взять этот кредит и рассчитаться с этим людьми. А сам уехал в Россию. Зарабатывает эти деньги и как бы не присылал, но женщина видела, что каждый день или каждый месяц проценты потихоньку едят ее квартиру. И она как бы рассудила, что правильно, очевидно, будет продать это жилье, рассчитаться с банком и купить себе жилье несколько скромнее, чем она имеет сейчас, чем проценты просто съедят рано или поздно всю эту квартиру. И, в общем-то, это серьезная нужда. Она пришла с просьбой одолжить им 4 тысячи долларов, чтобы они пошли в банк, заплатили, в общем-то, банку, потом продали квартиру и рассчитались с нами и купили себе другую квартиру. Это нужда? И мы сели, рассудили эту нужду. И один из людей, который был среди нас, он был квартирным брокером и говорит, послушайте, если квартира находится в залоге, то это не плохо, а хорошо. Потому что покупатель будет абсолютно спокоен, что с квартирой все в порядке. Она с документами на квартиру все в порядке. И вы абсолютно спокойно проведете эту сделку с участием банка, где банк заберет свою часть, а вам он даст вашу часть. Она этого просто не знала. Но когда она узнала об этом, она пошла, сделала вот этот образок, и через некоторое время она пришла и очень сильно благодарила, потому что тот совет, который был дан, в общем-то, был ответом на ее нужду. Понятно, да? и денег мы им не давали, но ответили ли мы на нужду? Да. Совет. Хороший совет. И вот здесь вот часть, люди зачастую приходят и просят, дайте денег. Но все, разобравшись, мы можем сказать им, послушайте, вам не нужны для решения этой или другой ситуации, вам не нужны деньги. она решается не так, а по-другому. К примеру, человек там собирается открывать свой бизнес. Он приходит ко мне и говорит, послушай, мне нужно для развития моего бизнеса вот такое количество денег. Я могу ему сказать, на, но могу сказать, расскажи мне про твой бизнес. И он сядет, расскажет. Я с ним, послушай, этих денег будет недостаточно. и тебе нужна не эта сумма, а большая сумма. Потому что, если ты начнешь с этой суммы, ты столкнешься вот с этими, с этими, с этими проблемами, у тебя не будет достаточно комментирования, и весь твой бизнес, он зачастник, еще не развившись. Понятно, да? Здесь может быть как ситуация, что человек просит деньги те, которые ему не нужны, и просит денег меньше, чем ему нужно. Но моя ответственность разобраться в этой ситуации может быть еще один вариант. Когда я не могу дать, действительно, человеку нужны деньги, я не могу ему дать таких денег. И в такую ситуацию когда-то попал Ревн Николаевич Толстой, когда подошел к нему нищий и попросил у него милости. А денег у него с собой не было. И он объяв этого нищего, начал плакать и просить у него прощения за то, что он не может ему помочь. И этот нищий сказал ему, ты дал мне больше, чем все остальные. Есть разница? Денег он дал, но он сострадал ему и он принимал его. И это большая часть. Поэтому здесь мы видим ситуацию, когда мы смотрим. Вот ситуацию, когда мы не должны давать. Это ситуация, когда мы можем дать не то, что нас просят, но то, что будет являться ответом на нужду. Дать меньше, чем просят. или дать больше, чем просят, или при невозможности дать просто сострадать и молиться с этим человеком. Ответов на нужду может быть множество, но для этого нам нужно посмотреть на эти нужды. Для этого нам нужно потратить силы и время. И это никак не похоже на ту картину, которую мы говорили, когда мы запускаем в карман руку, выискивая мелочь, или выбираем купюру меньшего достоинства, отдавая то, что нам не жалко. Это никак не похоже на ту ситуацию, когда мы не пускаем человека в дом на пороге, отдаем то, что нам не жалко дать или потерять. Это никак не похоже на ту ситуацию, когда по ней подходит брат или сестра и просит какую-то сумму денег, и я оцениваю, не жалко ли мне ее потерять. Не вмешиваясь и не выясняют о сути проблемы и о нужде, которые есть у того или другого человека. Здесь эта часть, которая находится в моей ответственности и которая связана с состоянием моего сердца. И Бог смотрит на это. Да? По его нужде, я в чем он нуждаю. Берегись, чтобы не вошла в сердце твоя беззаконная мысль. Приближается седьмой год, год прощения. В Синайском законе во время действия его в счету времени наступления Бритха Даша мысль о непрощении названа беззаконной. В Синайском законе мысль непрощения называется беззаконной мыслью. Приближается седьмой год, год прощения, чтобы оттого глаз твой не сделался немилостивым к нищему брату твоему, и ты не отказал ему, потому что он возобьет на тебя Господу и будет на тебе что? Греб. Бог говорит, что в процессе задействована не только рука, не только сердце, но еще и что? Глаз. Глаз. И мысль о непрощении и такой мотив называется в Синайском законе беззаконным и греховным. Понятно, что в новом взаиме тем более такое поведение будет являться, чем глупо. Смотрите дальше. Дай ему взаимы и когда будешь давать ему не должно скорбеть что? Сердце начали, к сердцу вернулись. сердце все начиналось к сердцу вернулись. Бог говорит, послушай, посмотри на состояние твоей руки, сожми. С глазом должно быть все нормально тоже, так же, как и с сердцем. Глаз должен быть милостив. Ты должен прощать. И если ты изнасилуешь свою нежную душу и такие разожмешь пальцы своей руки и сможешь такие расстаться со своими деньгами, он говорит, смотри, сердце не должно еще при этом скорбеть. Сначала сердце должно быть мягким, глаз должен быть милостивым, рука должна быть какой? Дающей, открытой. И после всего этого сердце не должно скорбеть. Потому что Бог спрашивает. Он задает себе вопрос. Послушай, сердце не должно скорбеть почему-то. я тебе дам ответ почему твое сердце не должно скорбеть. Потому что за это благословит тебя Господь Бог твой во всех делах твоих и во всем, что ты будешь делать твоими руками. Бог спрашивает. говорит, что что тебе важнее. те деньги время, время, усилия, которые ты затратишь или то благословение, которое ты за это получишь. даже даже если тебе деньги не вернутся, то Бог обещает тебе что? И Он говорит, давайте разберемся. Если я обещаю тебе благословить, но твое сердце скорбит, значит может быть ты очевидно не ценишь то благословение, которое тебе за это обещано. Немножко понятно. При этом вспоминаем на горную проповедь, что если Ешилов говорил древним сказано око за око, зуб за зуб, а я говорю вам, и дальше идет перечень его повелений, которые усиливают требования сенатского закона к верующим, которые вошли в бритхадаша, то это постановление он оставляет без изменений. Говорит, просящему у тебя дать, и от хотящего занять у тебя не отвращайся. Но он не расшифровывает некоторые вещи, которые понятны были людям слушающим его, которые знали достаточно хорошо и требования, которые нужно предъявлять к просящему, и требования, которые выдвигает Бог человеку, который дает это. Это не безрассудное даяние всем, кто не попросил вы, это определенная ответственность, которая возлагается и на просящего, и на дающего. Но с какой ситуацией мы сталкиваемся? Всегда ли мы даем тем людям, которым нужно давать? К сожалению, больше. вопрос не в лицеприятии, скорее всего в том, что мы не рассуждаем о их нужде. Мы не становимся теми людьми, которые действительно судят, и мы не даем людям, которые нищие, которые действительно наши братья, которые имеют хорошее свидетельство. Мы не рассуждаем о их нужде, и мы не задумываясь, даем, как ни странно, они как правило не возвращаются. И тогда мы начинаем возмущаться, собственно говоря, почему они так себя ведут, собственно говоря, а зачем ты давал? Ты потратил время, ты разобрался, ты знаешь, кому ты дал, ты знаешь, что он свидетельствовал, и тогда начинают выясняться некоторые подробности, оказывается, этот брат или эта сестра уже одолжили у достаточного количества людей вообще не деньги, и уже достаточному количеству их не отдали. Ты был просто очередной внимательный человек, который побеспокоился и узнает. Да? И нам приходит некое огорчение. Да? Пасторик, вам приходят и жалуются, что взяли и не отдали? Да. Давай таки. У меня отвечают уже. Вы приходили, я помню. Или вы пастор, или вы приходили, иначе я не понимаю, что вы знаете. Спалилось. Итак, у нас существуют некие взаимоотношения. картинка знакома. Масло. Картина масло. Да. Где Бог говорит что-то человеку, который должен дать. Бог говорит, послушай, я смотрю на тебя. И у меня есть некоторые вопросы, на которые твой поступок даст ответ. но эти вопросы, которые есть у меня, я в общем-то знаю на них ответ. Но я хочу, чтобы когда ты даешь, ты сам ответил себе на эти вопросы. И тот поступок, который ты будешь совершать, для тебя будет свидетельствовать о твоем сердце, о твоей руке, о твоем глазе. Ты найдешь ответы о состоянии тебя через этот поступок. И неимущий брат был в данном случае инструментом Бога для испытания того, кто дает. еще раз, неимущий брат был испытанием для меня или инструментом в руках Божьих для моего испытания. Это инструмент Бога, который Бог использует для того, чтобы проверить мою сердце, мою руку, мою плац. Ну, мы говорим, послушай, наверное, неимущая это плохая почва. Если он бедный, то он находится под проклятием. А зачем мне в этом участвовать? Сколько бы я ему не дал, проклятие все это съест. Нужно найти хорошую почву для посева, отличного служителя, преуспевающего бизнесмена, вот туда можно сеять. А нищие это плохая почва для посева. Нет, это хороший инструмент для испытаний. Ну, а вот как быть в ситуации, когда возле, допустим, церкви и храма стоят люди и просят милостыню? Мы не можем судить его ситуацию. Скорее всего, как бы из опыта мы знаем о том, что это бизнес. Он сидит там, ну, как бы он зарабатывает, этим. Это не нужда его такая, которая, ну, там, сгорела, все пропало. Скорее всего, это просто работа его. То есть, образ жизни, да. Они не наши братья, но о нищих. То есть, категорию не братьев нищих, которых, то есть, все люди, которые не проходят по категории, если мы не можем рассудить, если мы не можем, ну, как бы, знать, что брат это или не брат, мы не должны давать наши финансы. Еще раз, в первую очередь мы обязаны делу своим поверить. Если среди наших поверений нет, нуждаются, мы всем уже все дали, тогда мы можем перейти дальше. Но пока мы не оказали всему, что нужно своим поверить, вторая часть, можем ли мы рассуждать о их нужде? То есть, условно, можно. Если мы виноватом человека, мы можем разговаривать с ним, можем пойти сказать, слушай, я хочу посмотреть, где ты живешь. Но мне для того, чтобы узнать, все равно нужно потратить силы и время. Но, как правило, такие люди будут врать до конца, потому что это их работа. Врать. Именно вот как бы... если я это увижу, то я свободен сказать, это не нужда, это способ вырабатывать людей. Ты обманываешь людей для того, чтобы не получить, а может ничего не Существует масса вариантов, масса ответов, но закон, закон, он защищал тех людей, кто под ним стоял. То есть евреи не евреям не подавали милостыню? Могли, но не обязаны. Еще. Есть слово обязан. Это ответственность, это обязательство, которое Всевышний возложил на свой народ. Но обязан ли я тому человеку, который не стоит под закон? Нет. Могу я, да. То есть две разные. Еще раз. Сдакар это не милостыня. Сдакар это справедливость. Это справедливость. Этого требует справедливость. Кто собрал много, тот делился с тем, у кого было надо. Это справедливо было. И Бог говорит о том, что сдакар это не вопрос благотворительности, милости моей. Он говорит, это вопрос справедливости. И если ты, то есть некоторые вопросы у меня к тебе. Потому что ты поступил несправедливо с этим человеком. Ты нарушил мою запах. Из-за того, что у тебя какие-то проблемы с рукой, сердцем милизгладом. Это испытание, которое Бог присылает для того, чтобы ты ввел справедливость этому человеку. И дал то, что ты должен ему так. Опять, существуют варианты. Дать меньше, дать больше, рассудить, потратить время, ответить на нужду и при невозможности ответить на нужду, сострадать и молиться с этим человеком. Это то, что правильно. Но если это не мой брат, если я не знаю жизни этого человека, если я не имею свидетельства о его жизни, я не знаю, кто это, то должен ли я? Я не думаю. Почему? Потому что я готов благотворить моим братьям нищим. Тут у меня все нормально. Но вот здесь я не знаю, что с этим человеком. И мы зачастую увидим нищих, которые просят денег. И когда мы говорим зачем хлеб купить, мы говорим пойдем я куплю тебе хлеба. И он рассказывает куда я могу пойти со своим хлебом. Да? Нормально? Следующий вариант. Когда мы даем нищему, он что-то делает, он говорит слушай эти деньги оставь себе я у нищих да, я хорошо помню одесский вариант недавно пару дней назад. Когда человек подходит, когда человек рассказывает что-то и Артин дает ему деньги, он смотрит на эти деньги, говорит, я с нищих денег не беру. твое даяние для меня очень мелкое, если кто-то кому-то должен давать, так это я тебе. Нормально, это одесский эксклюзив, я понял, я таких вещей, у нас обычно нищие, они более как бы сказать, воспитанные в том плане, что они просто пошлют, они унижать не будут, они просто могут сказать, куда ты можешь жить с этими деньгами, а ваши в общем-то они такие интеллигентные, с чувством юмора объясняют кто, может подарать, это одесса, тут все нормально, я понял, уровень интеллекта ваших нищих, он намного выше, чем уровень по некому туристу, тут все хорошо, у них просто город юмористов, да, у вас город юмористов, тут как бы вопросов особых нет, понятно, да, относительно тех людей, которые существуют за авголем, они не соответствуют, некоторым требовать, и поскольку они не соответствуют этим некоторым требованиям, извините, иногда приходят люди в общине, говорят, я верующий из такой-то, такой-то церкви, вот, мне надо, я нуждаюсь, как правило, я в то время разбирался с такими людьми, когда я начинаю спрашивать, а кто ваш пастырь, а что вы здесь делаете, денег дать не мой город, со своими вопросами, то есть это не пришелец, это ушелец, это человек, пришедший из ниоткуда и ушедший никуда, просто проходя мимо, он решил взять немного денег на дорогу, мы таким людям тоже не обязаны, понятно, да, здесь Бог говорит о некой мудрости, но с другой стороны, чтобы мы понимали, что есть часть откровения, есть часть откровения, и иногда, когда это наше сердце, то мы можем отказать благотворительности ангелов, понятно, да, то есть здесь вопрос моего настроя, моего сердца, насколько мое сердце открыто благотворить, а не искать оправдания, почему я могу не дать, то есть чтобы не было, это сейчас взято на слайд, ага, теперь вот так, иди сюда, кунт раз, прошел, так, о, не прошел, все, иди, не мешай, все, теперь этот, этот прошел, поэтому, поэтому, а может быть, вот поэтому, оп, все, поэтому, ты не прошел, все, ходи, уходи, то есть это не инструкция, по которой мы, в общем, это мудрость, которую мы должны иметь, мы должны иметь определенную мудрость, давание, но, человек должен отвечать негативным словам. А если, допустим, есть в семье, есть вообще немногодетная семья, которая, ну, стабильно приходит и просит денег, ну, причем просит не на помощь, а в основном, ну, как бы, одалживает деньги, вот, именно у общины, то есть, говорят, что там, допустим, надо заплатить там за учебу, за то, ну, как бы, семья, и деньги не возвращаются хронически. Стоит ли продолжать, ну, помогать такой семье, то есть, как бы, они объясняют, почему они возвращают, потому что там маленькие зарплаты, там не успели, там, ну, как бы, понятно, что им не хватает их вернуть. То есть, как долго можно вести эту семью, или вообще, ну, что лучше делать с такой ситуацией. Мы помним принципы, которым мы приходили, мы разбирали обеспечение именилища, которое прежде всего было связано с их трудом. Оно связано с их трудом. То есть, в обитании они могли себе зарабатывать. Понимаете, да? Вторая часть. Мы говорим о том, что Бог мне поощряет в праздности безделия, лени и стяжательства. То есть, когда я все время беру без тебя. И здесь нужна мудрость помочь людям разобраться в этой ситуации. Почему они находятся постоянно в этих проблемах? Помочь найти другую работу? Да, можно чем-то скажешь? Не, я эту работу знаю. Я не хочу другую. вопрос. То есть, в чем проблема? Для другую работу? Для дополнительной работы? В чем проблема? Почему человек находится постоянно в нужде? Понимаете? Ну, а если этот человек, например, это пожилая женщина, инвалид, у которой негде жить, например, ее дети, они ее не содержат, они, скажем, дети в тюрьме, ну, есть такая вот у нас просто ситуация, да, и, ну, как бы, женщина, она просит милостыню просто на улице, она посещает общину, вот, она постоянно просит помощи, на ней еще внуки, да, она постоянно просит помощи в общине, вот, как бы, как долго вести ее, то есть... В новом заведении общинах были некоторые критерии, которые описывали долг, некоторые вещи, которые должны соответствовать другу долг, долг, и тогда, когда вдова соответствовала этих людей, кто должен будет сопротивляться на этой жизни? То есть, если, но она не ведет духовный образ жизни, то есть, ну, как, 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 она просто приходит в общину постоянно и так далее? Нет. тем критериям, которым должна соответствовать долгам. Нет. Но когда мы говорим слово община, мы подразумеваем не равен общине, от каждого из членов. То есть, тот пуск двух людей, с которыми она находится в заветном взаимоотношении, с которыми она имеет общение. И я вам скажу, что эти люди могут легко помогать этой сестре в тех демочках и скорбях, которые она проходит. И в этом есть истинная и непрочная что? Многочестия. Помните. Фиры, ты вновь с тобой распространяем. А ей как это вот лучше объяснить? Слушай, мужчина и мужчина должен соответствовать некоторому знанию. Если вы пренебрегаете законным Божьим, если вы пренебрегаете общиной Божьей, то вопрос, почему община должна брать на себя такую ответственность? Здесь есть ответственность духовной с одной стороны не имеющего, который должен быть частью этой общины соответствовать всем требованиям всех остальных, подчиняться этим требованиям, подчиняться духовной власти, слушать представлениям, быть послушным, по-гласски находиться. С другой стороны, тогда мы имеем некую ответственность перед Богом за вас. Если вы имеете ответственность на стене, во всем остальном вы можете быть свободны, а вы будете поступать по своему условию, извините, нам очень жаль, приходите, посещайте, двери, открыты, мы ответственности за вас не имеем. Если не несет о вас духовную ответственность, духовное обучение, мы несем материальное. Но если вы отвергаете нашу духовную часть, извините, материальное долг, а стоит ли одалживать деньги человеку, который не вернул предыдущий долг? Допустим, он соответствует всем критериям, это верующий человек и так далее, но по каким-то причинам, он говорит об этих причинах, он долг не вернул и просит еще, говорит о том, что я заработаю, я буду работать, и как бы известно, что какая-то работа у него есть, ну вот, так сказать, жизнь не сложилась, стоит ли одалживать еще раз, а потом еще раз, не возвращая, да, он не возвращает, но... мы чуть-чуть дальше перейдем к временам нового совета, потом будет опять все. Ну, это понятно, но не с точки делать. Тут как бы тоже у меня было такой вот вопрос, ну, задавался я, допустим, человек на улице деньги просит, и, допустим, вот, как дать, я его не знаю, вот, а допустим, вот, как вы объяснили, интересовался один момент, что, допустим, нравственные своды, ну, допустим, в евреевстве, в иудаизме, они жили кагалами, ну, и знали друг об друга, да, и такой был принцип свод, что, говорит, я не видел, ну, сперва место приведу, я не видел праведника, который просил на кусок хлеба, ну, этот, не видел, вот, а в своде было правило такое, говорит, там было унизительно просить деньги, не нужно было наниматься хотя бы на низкую работу, чтобы только не просить, это было нравственным укладом жизни еврейства, и почему некоторые вопросы, ну, меня, как бы, отошли от этого, почему это в исключительных случаях человек, ну, который просил деньги, они очень исключительные, связанные были там или с жизненной ситуацией, или со здоровьем, вот, и очень было это самое, и тоже, как бы, задавался вот такой интересный вопрос, что нравственная его сущность не позволяла, чтобы просить. с другой стороны, в иудаизме есть правила, запрещающие отказываться от помощи, которые предоставляют. То есть, понятно, что тема достаточно животрепещущая, но хотелось бы разобраться сначала в аспеке Синальского закона, а потом уже планы переходить к вреднобуденному вещам. То, что я хотел показать нам, что есть некоторые моменты, достаточно подробно расписанные в Синальском законе относительно требований к дающемуся и требований к берущему. Сейчас мы немного поговорим после перерыва о такой вещи, как взаимоотношение между двумя этими людьми и вот той части седьмой год, год Шмиты, год на самом деле с деньгами и куда они испарялись и чьей собственностью они становились. Потому что если мы напротив сердца поставили галочку, напротив руки поставили галочку, с глазами тоже в общем-то все было хорошо, да? Что после всего этого наступает момент перехода неких финансовых средств к этому человеку. Так? И когда они такие перешли, наступает уволнительный вопрос отдачи этих финансовых средств. Под занавес я вам расскажу анекдот и мы пойдем на перерыв. Два друга встречаются, они были вместе в школе, учились в одном классе, они долго не виделись и теперь один из них стал управляющим банком, а другой в общем-то бизнесмен, который нуждался в критике. Он говорит, дайте дни, без проблем. Практически не в банке ты получишь то, что у тебя некто нет. Он приходит, тот оформляет ему документы, выдаются ему кредиты и уже вот последняя стадия подписания документов. Они сидят в кабинете, он говорит, слушай, Вася, я тебя попрошу, прежде чем подписать документы, подсуну мне, пожалуйста, руку. Он говорит, ты что, Петя, мы же сидели с тобой за одну парню, зачем ты меня так обижаешь? Если ты не поцелуешь мне руку, я ему подпишу тебе такое. Ну, идет достаточно бурная полемика, один другому объясняет, что он, в общем-то, несмотря на его положение, может сдать в лицо и так дальше, потому что он считает для себя данные действия весьма унизительны, и говорит, подпиши, если ты не подпишешь, я не дал, ну, скажи, почему ты так со мной поступаешь? Ты просто не знаешь, куда я готов буду тебя поцеловать, когда придет время тебе выращать дело. То есть, к вопросу отдачи денег мы вернемся после первого. Класс.